Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Очередной пример травли среди детей, конечно, получили мы недавно и в Тверской области. Сообщения, конечно, идут со всей стороны. То там кого-то избили, то там кого-то унижали. Но вот недавно отличились и наши земляки, а именно девочки в Конаковском районе в среднем возрасте, 12-13 лет, избивали свою же знакомую, а может она до той поры им подруга была, может даже остается. И, соответственно, в этой связи опять в обществе поднялась дискуссия, что буллинг, что это такое, почему вообще это происходит, действительно ли это приметы нынешнего времени, действительно ли нынешние дети стали жестокими, потому что никто их не воспитывает. Ну, как помните, Буратино, когда не то, когда Папа Карло. Или это было всегда. И что вообще делать, если с этим сталкиваются дети сами, родители, педагоги в школах. Об этом мы сегодня всем поговорим. Хочу представить гостя студии. У нас пока один гость. Это Елена Шеметкова, известный Тверской психолог. Елена, добрый день. Добрый день. Надеемся, что попозже к нам присоединится еще один гость. Это зауч средней школы номер 4 областного центра Светлана Митрякина. Педагоги, сами понимаете, заняты. Время у нас такое, конечно, не самое удобное для них. Уроки еще идут. Поэтому очень надеемся, что она успеет и тоже присоединится к нам, чтобы поведать именно стороны педагогов школьного, виднее на эту проблему. Ну а вы, конечно, дорогие телезрители, можете задавать свои вопросы и высказывать ваше мнение. Что вы думаете о травле в подростковой, в юношеской среде, в детской среде, потому что это бывает даже и в младшем школьном возрасте, и даже в детских садах бывает. Ваше мнение, сталкивались ли вы когда-то, может быть, когда сами учились, когда были маленькими, или ваши дети. Может быть, вам, дорогие телезрители и радиослушатели, и сейчас, вот кто-то нас слушает, кому 10 лет, 12, 15, тоже звоните по телефону 300-190. Нам интересно ваше мнение, ну и, конечно же, ваши вопросы. Елен, ну вот, правда, давайте начнем, как говорится, с теории. А что можно считать буллингом? Ну и верно, я понимаю, да не только я, что это английское слово, это есть русское слово «травля». Да, вы абсолютно правы, что слово буллинг стало более модным, но травля, по сути, как бы, она отражает то, что есть. И жестче отражает. Ну, может быть, даже да, я с вами согласна. Помните, как в 90-е киллер, ну он же убийца, ну нет, он киллер, вот тот сам, мне кажется. Это романтично, да, несколько романтичный флёр. Может быть, но буллинг, такое слово-то избитое, да, стало достаточно буллингу. Да, буллинг, буллинг, что это такое? И, по большому счёту, сейчас, в общем-то, можно наблюдать три варианта буллинга. Даже есть варианты? Да, есть физический буллинг, то есть тогда, когда происходит избиение, да, то, о чём мы говорили, девочки там, да, подрались или там, или сбили девочку. То есть, когда причинение происходит физического насилия. Есть такой пассивно-агрессивный, да, такой словесный буллинг, когда происходят бойкоты, когда обзывают ребёнка, наклеивают на него всевозможные ярлыки, там, да, бумажку наклеивают, там, с обзывательством. Когда происходит разнос сплетней, там, да, или формирование какого-то совершенно, ну, даже не то, что формирование, а скорее такое разнесение какой-то информации, недостоверной про этого ребёнка, например, да. И, собственно, как бы само по себе слово буллинг, ну, оно подразумевает то, что это бул, да, там, бык, вулку, да, который, в общем, идёт на таран и уничтожает всё на своём пути. И есть кибербуллинг, который тоже очень активно процветает, особенно среди подростковой среды, но, в общем-то, можно сказать, и среди взрослых тоже бывают те, кто отрываются, там, да, кто-то, кого-то делает пост в соцсетях. И есть люди всегда, которые могут комментировать, и комментировать очень жёстко, и прям человека доводить до изнеможения, там, да, до нервного срыва. Именно тем, что высказывают то, что хотят. И кибербуллинг, чем ещё тоже, в общем-то, распространяется больше, чем буллинг обычный, там, да, который либо физический, либо словесный, тем, что, в общем-то, безнаказанности больше. Но последствия от него не меньше, от кибербуллинга. Скажите, вот вы как раз сказали кибербуллинг, справедливо сказать, что это и взрослые в том числе. Ну, потому что, давайте называть вещи своими именами, нынешние 30-ти, например, 5-летние люди, 40-летние люди, они-то взрослые, но они с интернетом уже выросли. То есть, для них это нормально в том, быть в интернете, соответственно, не только там разглядывать, не знаю, какие-нибудь картинки и так далее, просто какие-то сайты читать. А вот ещё тоже, вот вы сказали, комментарии вот эти злобные и так далее, а вот хейтинг, это разновидность буллинга или это синонимы телезрителей хейтинга, это слово английского hate, то есть ненависть, ненавидеть. Ну, я думаю, что его можно к кибербуллингу отнести, по сути. Это тоже, да, всякие злобные комментарии. Ну, смотря что несёт, если под собой буллинг, несёт всё-таки уничтожение, либо причинение психологического или физического вреда человеку. В хейтинге я вот не очень уверена в том, что есть цель такая. Мне кажется, она больше связана с таким нарциссическим предъявлением, что я вот могу там, да, сказать всё, что угодно. Скорее, это больше характерно для социопатов и цинников таких людей, которые вот пишут всё, что они хотят, там, да, не думая о том, как это может повлиять на другого человека. Ну, а разве не может быть это предмет, там, зависти? Особенно это касается, ну, в отношении людей, которые, да, любят выкладывать фотографии, там, условно говоря, как он вкусно поел, или она где-то был. Касаемо, да, какой прекрасный наряд, и начинается, да, посмотрите, это платье не идёт, да, она там корова, и вообще нужно там под чехлом мять жигули, безлунную ночь уходить и так далее. Вот это, посмотрите, там, не знаю, там, какая у него фигура, да это худышка какая-то не Аполлон и так далее. То есть вот это, разве... Ну, Рабан, это может быть банальная зависть, которую никто не отменял. Всё-таки, мне кажется, хейтинг и зависть – немного разные вещи. Всё-таки в хейтингах подразумевают... Ну, как, немного разные, не является то, что зависть находит своё выражение в хейтинге, как раз. То есть, опять-таки, завидую, что человек в хорошем ресторане начинается, там, да, ресторан отстой, там, и так далее, да, и вообще, я там, не знаю, там, это не идёт и так далее, вот в этом плане. Хороший вопрос, на самом деле, он такой философский, мне кажется, потому что... Хорошая одежда у человека тоже из зависти, а, от Версачи, да какой Версачи, да это, наверное, Китай и так далее, да она не заработала на это, или он, там, украл, наверное, и так далее. Вот это же зависть, по сути? Ну, по сути, это зависть, но она же не несёт того, что, там, человека как-то уничтожить в этом месте, человек просто выражает своё мнение, выражает свою зависть, и она считывается как зависть. Про то, что я такого не имею, поэтому я тебе, собственно, негатив отдам, потому что, чтобы тебе омрачить эту радость, потому что я сам не переношу свои чувства зависти. Ну, это вы психолог, вы это считываете. Ну, да. А если у человека неустойчивая психика, там, девушка 16-17-летняя, как раз её ведь это может довести, в том числе, когда с площадьиком пойдут, там, ну, условно говоря, там, да, что у неё там неудачное платье и так далее, у неё нет вкуса, бездарность и так далее. По сути, она, выкладывая в сеть, она идёт на эти риски осознанно. Вы думаете, что осознанно? Ну, для чего фотографировать себя, выкладывать, собственно, не предполагать, что человек может получить негативный отклик. А вот про осознанность мы тоже попозже поговорим, выкладывание в сеть, вот, но не знаю, сейчас, мне кажется, такое время, это как раз касается подростков, молодёжи, что люди сначала фотографируют и выкладывают, причём они делают на автомате, они это делают так же, как я взял ручку в руки, то есть, ну, ещё может там повозиться что-то, а они просто это делают 6 секунд, и потом только думают, а мне кажется, что и не думают, выложили и даже, может быть, забыли, что что-то выкладывали, а потом, как пела Земфира, и полетели ножи из стая упрёков. Ну, возможно, если один раз уже человек столкнулся с этим, то второй раз он идёт на это уже осознанно, конечно, если он понимает, что могут хейтить, и даже есть такая штука, как отключить комментарии, и тогда это тоже невозможно сделать. И всё-таки есть такая теория у психологов, что люди, выкладывающие в сеть какие-то фотографии, они идут на этот риск, и идут в том числе на риск того, что им дать могут и негативный отклик, и в этом есть тоже своё такое будоражение в определённой степени. Потому что современное поколение, так называемое, да, поколение Y, те, кто там с 2000-х годов родился, они немножко в других процессах живут. Ну, они такие более динамичные и больше готовы так немножко и предъявляться, и справляться с какими трудностями, то есть они не такие, скажем, травматичные, даже не травматичные, не такие чувствительные. Ну, как ранимая душа, а есть же такое понятие человека. Ну, они-таки более устойчивые к этим вопросам. Я думаю, что да, потому что поколения уже там, допустим, 80-х, 90-х, они, как правило, более-таки устойчивые, ну, более неустойчивые и ранимые к таким вещам. Поколение 80-90-х прекрасно знали, что такое реклама, сейчас уйдём на 3 минуты, буквально не переключайтесь, мы сегодня говорим о буллинге, ну или попросту говоря о травле в подростковой и молодёжной среде. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня», мы сегодня обсуждаем такой непростой вопрос, как травля, ну или, как сейчас модно говорить, буллинг среди подростков, среди детей, среди молодёжи. Ну, про взрослых не будем говорить, наверное, всё-таки это хотя бы отказать. Среди взрослых, как мы только что в предыдущем блоке программы выяснили, это бывает. Правда, чаще всего это выражается в компьютерном, виртуальном буллинге или хейтинге, когда и взрослые, в том числе люди, там 35-40 лет, могут вполне что-нибудь, какие-то гадости в интернете писать в профиле в соцсетях, ещё где-то про кого-то конкретного человека. Ну, Елена не совсем согласна, у нас такая дискуссия небольшая возникла. Ну, я всё-таки считаю, что это тоже можно назвать, правда, называть хейтинг, от слова «хейт», но, тем не менее, можно назвать, в принципе, буллингом, то есть и взрослые тоже этим грешат. Но всё-таки мы больше говорим про детей. Елена, скажите, а вот, ну, из вашего опыта, по вашему мнению, а среди кого чаще встречаются, среди мальчиков или девочек? — Однозначной статистики нету. Есть исследования у американцев и у норвежских, норвежских исследований я видела, там предпочтительно мальчики. Не намного, но мальчики больше. Причём, если начальная школа, они где-то в ровень идут, то, начиная со среднего звена и до 10 класса, мальчики не намного больше, чем девочки. — Не намного? — Не намного. — Потому что считается, помните, с детства мальчишки самые дручуны? — Нет, не намного больше. Но это связано с тем, что мальчишкам нужно больше отстаивать себя в социальном пространстве, показывать лидерские качества или простраивать пространство отношений с девочками. Потому что если он такой сильный парень, то у него больше девчонок, которые ему симпатизируют. Это тоже такие вещи, которые связаны с тем, что мальчишки толкаются. Есть такое понятие — потолкаться между мальчишками. У девочек тоже много может быть агрессии. — Лучше себя отстаивать. Я первый красавица в классе. — Ну, оно обычно по-другому. Они больше идут словесно. То есть это через сплетни, через какие-нибудь гадости. — Как вы вначале сказали, это тоже буллинг. Буллинг бывает физический, а бывает вербальный. — Ну, если говорить просто про разницу, то да. Но у девчонок чуть-чуть поменьше, чем у мальчишек. Это американская и норвежская статистика. — А вот так вот? — Да. Русская я не видела. Может быть, она есть. Я просто ее могла не видеть. Но иностранная такая. Я думаю, что примерно где-то так и есть. К 10-му к 11-му классу буллинг снижается. Почему? Потому что созревают мозговые процессы, центры созревают. И уже больше торможений. И второй момент — дети переориентируются на поступление. Ну, как бы другие задачи становятся просто больше. — Вы считаете, действительно, что буллинг, в том числе, причина больше свободного времени? — Нет, это не про свободное время. Это скорее про то, что это подростки. И они ищут свое место в социальном пространстве и вообще изучают себя, что с ними происходит. И не надо забывать о том, что подростки сильно гормонально возбуждены обычно бывает. — Извините, я вас прерву. У нас мне показывают мои коллеги. Телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. — Здравствуйте. Я по вопросу от этого буллинга. — Ну, моулинга. — Ну, слушаю вас. — Вообще эти иностранные слова противно служить даже. Но суть не в этом. Я сам учился в школе. — Угу. — Я сам когда-то учился в школе, и все это было. Старше издевались над младшими. Такая чепуха была. Ну, дело в том, что сейчас колоссальное расслабление социальное. И все это берется от родителей, от нашей социальной среды. — Угу. То есть, вы считаете, сейчас этого больше стало? — Вы знаете, у меня внук, внуки учатся. Ну, пока они просто балуются. Ну, что дальше будет, я не знаю. — А они вам что-нибудь рассказывают на предмет травли в школе? — Нет, нет такого. Знаете, нет. Это в Южном мы живем. Ничего такого нет. Ну, что я могу сказать? Это будет только хуже. Чем больше расслабление, тем будет хуже все это отражаться на детях. Дети — это зеркало. Наше зеркало ведь, правильно? То, что мы делаем, они делают еще больше силы. — Угу. Офига травли — это социальное расслоение, которое пошло с 90-х годов. — Сложно сказать однозначно. Можно в это легко, мне кажется, правда, уйти и сказать, что причина только в этом. По большому счету, всегда это было, как сказал действительно мужчина, что действительно это было всегда. И в советские времена травля была, никуда было не деться. Просто эти ситуации обычно замалчивались в школах. Было урегулирование советами школы, пионерскими отрядами. То есть каким-то образом это регулировалось. — Совет дружины. — Да, совет дружины. Регулировалось это больше. Сейчас это меньше регулируется, больше выкладывается, больше это стало на обозрение. Сказать, что действительно эта расслойка очень сложно однозначно провести в этом месте. Безусловно, это может влиять. Но в большей части буллеры, те, кто травят, это агрессоры сами по себе. Такие дети, у которых эмпатия снижена, сочувствие снижено. И они имеют много энергии жизненной. Агрессивные, активные дети. Но куда-то себя применить они не могут. И в советское время, мне кажется, больше система была дуб образования. Когда таких детей забирали в спорт больше. И они в спорте больше могли самоактуализироваться. И находить себе место больше в лидерских способностях. И, собственно, другой момент еще то, что, по большому счету, такие дети, они идут из семей, где много негатива. Где родители сами унижают детей. И им нужно где-то это выплескивать. И школа чаще всего. И сверстники являются тем местом, где ребенок, которого прессуют дома. Ребенок, которому плохо относятся дома, будет выплескивать это на сверстников. Потому что нужно куда-то это девать. Он должен либо болеть, тогда психосоматическая причина. Либо он должен это куда-то выплеснуть. Дети, конечно, выбирают жить. И, соответственно, они это выплескивают. И это еще, безусловно, конечно, можно сказать, что родители находятся в напряженной ситуации. Но дети их срываются. И расслойка в этом в том числе. Но, по-моему, сегодня современные дети очень... Не сильно поймешь, кроме телефонов, наверное, не сильно поймешь, насколько родители обеспечены. Потому что одежда такая... Как раз я хотел сказать, что, на ваш взгляд, от статуса семьи не зависит. То есть могут и в обеспеченной семье тоже быть негатив. Это зависит от того, что происходит в семейной системе. Как это происходит. Насколько ребенок вообще к сочувствию способен. Насколько он способен к взаимодействию с другими детьми. И насколько он способен вообще, в принципе, к тому, чтобы понимать свои чувства и чувства другого человека. Часто современные дети, это их проблема. Они плохо понимают и свои чувства, и чувства других. Хотите сказать, что лет 30-40 лет лучше понимали? Современные дети? Нет. Там, скорее, другая ситуация. Вообще развитие, в принципе, была. Про чувства говорили меньше, чем сейчас. Сейчас про это говорят больше. И вот я, допустим, как практикующий психолог, часто приходят подростки, старшие подростки, юношеский возраст. Они приходят и говорят, у меня биполярное расстройство, у меня депрессия. То есть сразу спорвовые такие умные слова? Да. Они начитались, они что-то понимают, я начинаю спрашивать, прояснять у них какие-то. Они четко выучили текст, который есть. Это сейчас модно, такими вещами козырять. У меня биполярочка, поэтому я могу вести себя психопатично, допустим. То есть приходят вам сразу к психологу, дипломированному, и начинают. И они между собой про это тоже говорят. И часто коллеги-психиатры тоже говорят, что дети приходят и уже говорят о том, что у меня голоса, у меня смена настроения. То есть выдают диагностические критерии, собственно, и ждут, что им поставят диагноз. Это тоже какая-то мода своеобразная. Это хорошо, кстати, или плохо, что они начитали с чего-то? Мне кажется, это способ как-то себя просто показать. Я это понял. Но это хорошо или плохо? Ну, это, знаете, мне напоминает, как говорят медики, что не надо заниматься самолечением, это будет только хуже. То есть не получается ли тут в плане психики самолечение, они себе поставят какой-нибудь диагноз, голоса и так далее, а на самом деле... Ну, я не рассматриваю это как лечение, поэтому, видимо, не могу ответить на этот вопрос. Я не рассматриваю это как лечение, это скорее как способ выделиться. А, вот так вот. Все, не более того. Поэтому сказать, что там это больше стало или меньше, очень сложно. Сегодня современное поколение детей, оно совершенно другое. Оно не похоже вообще на предыдущее поколение. Конечно. Поколение 90-х, ты говоришь, что они другие, поколение 80-х, другие 70-х, 60-х говорили. Безусловно. Помните эти фильмы 60-х, когда там вот что-то вот другое поколение, там оттепель, то-се, старшее поколение упрекало их, что вы не познали ужасов войны, вы не воевали, вы родились под мирным небом и так далее, и тому подобное. Ну, проблема отцов и детей, она никуда не уходит. Всегда каждое новое поколение, оно более аморально по сути, по своей. Ну, по сути, да, это правда так происходит, потому что стыда становится меньше, больше становится какого-то, больше желаний, и здесь, конечно, вот отсутствие стыда само по себе, конечно, ни к чему хорошему не приводит, потому что стыд регулирует все-таки возбуждение у человека, и он как-то свое поведение оттормаживает. А когда стыда слишком много, слишком мало, да, допустим, человек себя не контролирует, возбуждения много, то он творит уже какую-то, ну, все, что ему приходит в голову, и он не думает о том, что это, в общем-то, может быть как-то наказано или как-то неправильно рассмотрено. То есть морально-этические нормы не срабатывают. — Кристи, а вот вы сказали, что это может быть человек, ну, там может быть неустойчивый и так далее, может быть физически сильный, а более по какому принципу происходит? Вот эти участники таравли объединяются вокруг кого-то более сильного, или может быть компания, где все равны, просто так решили, а давайте там кому-нибудь новичка в классе, я не знаю, там, или еще там по какому-нибудь принципу? — Ну, давайте рассмотрим полноценно, да, кто участвует в этой ситуации. — Может, опять-таки попросить, потому что, а вот он богатенький один мажор тут к нам пришел, да, сюда вот так, условно говоря. — Да, ну давайте рассмотрим, да, ситуацию как бы поэтапно. Если брать саму жертву, то обычно это ребенок, который находится в стрессовой ситуации, или ребенок, который перешел в новую школу, там, да, или ребенок, у которого дома случилась какая-то сложная ситуация, развод родителей, кто-то умер из родственников. Ну, то есть любая ситуация, где ребенок может быть, испытывает такой психотравмирующий фактор. И это дети, у которых снижена самооценка. Дети, которые не знают в себе ценности, они там неустойчивы в определении себя. Это жертва, как правило. Дети считывают их очень легко. И, соответственно, как бы дальше мы смотрим на булера, то есть тот, кто травит, это один человек обычно бывает. — Начинается на у кого-то? — Обычно кто-то один, да, начинает испытывать, да, возбуждение к жертве. Всегда агрессор к жертве испытывает возбуждение что-то сделать. У него накапливается агрессия, и дальше он, собственно, как бы это делает. Есть люди, которые начинают быть вокруг этого агрессора, который, да, делает эти действия, и они начинают это поддерживать. Подсмеиваться, там, либо наоборот, прятать вещи в туалете, толкать его, там, да, вот так по кругу. Разный мозг, почему это происходит, почему люди, которые вроде как бы не являются защитчиками, а участвуют. Чаще всего, первое, либо это из страха того, что они могут быть тоже на этом месте, а так они вроде как бы к лидеру. Либо это состояние такое, что стадное чувство у подростков, оно для них характерно. Как в собак. Одна залаяла, другие тоже кидается ловить. Ну, как-то не очень для меня. Ну, все-таки стадное чувство. Стадное чувство, да. На этом возбуждении они уже не могут контролировать его. У подростков вообще, если вы попадаете в среду подростков, возбуждение захватывает очень мощное. Это, правда, малоконтролируемая вещь. Вот. И все, безусловно, находят... И есть те, кто не участвуют, но они наблюдают. Это такое понятие в психологии жертвы наблюдателя. По-моему, так сейчас, если не ошибаюсь. То есть, когда человек просто наблюдает этот процесс, но он испытывает не меньшее переживание, как и человек, который наблюдает. Травмы наблюдателя. Господи, вспомнил жертву. А травмы наблюдателя, он испытывает те же чувства, подсоединяется он к жертве. А, то есть, он сочувствует жертве. Да, испытывает те же самочувства, но не участвует и никаким образом не включается в эти процессы. А есть другие, которые, наоборот, на контрасте не участвуют, но как бы сочувствуют тем, кто... Сочувствует агрессорам. Говорят, ну, сами не участвуют, но говорят, а правильно, вот это вот, да, молодцы парни там или девчонки. Но в любом случае, все, кто находится в поле травли, они все являются участниками. Пассивными либо активными. И тогда это травма наблюдателя чаще всего. Почему они говорят, что так, да, здорово, что он его там сделал. Но это будет про травму наблюдателя. Они все равно испытывают вот эти чувства того, что они наблюдают насилие. И психологически на них это очень сильно влияет. Вот. И такие процессы, конечно, которые присутствуют. И дети, которые попадают в это жертвенное состояние, не всегда рассказывают родителям, что это случилось. Там можно понять только по некоторым признакам. Либо это педагоги бывают очень внимательны, либо школьный психолог, либо родители, ну, в первую очередь, конечно, родители должны определять, что это, что с ребенком случилось что-то не то. Надо быть очень внимательным к собственному ребенку. И там есть ряд критериев, которые говорят о том, что с ребенком произошла там ситуация травли. Ну, скажите, кстати говоря, вот вы упомянули школьный психолог. На ваш взгляд, это вообще вот это позитивный момент в данном случае, что вот появился институт школьных психологов? И раньше такого не было. Мне кажется, это здорово, что они есть. Конечно, у них огромный фронт работы, сумасшедший совершенно. Школок один, а школьников тысячи, а то и больше. Очень, да, большой. По-моему, сейчас немножко там увеличили штатные единицы. Но фронт работы, он огромный. Я сама работала 4 года школьным психологом. Я знаю, что это за работа. Это правда, ты все время находишься на боевом посту. Где-то что-то происходит. Нужно помочь детям, надо помочь педагогам. Вот все время находишься в ситуации такого актуального включения. И, конечно, они очень нужны. Делают они огромную работу и по просвещению, и по помощи детям. И хорошо, когда школьные психологи имеют дополнительное психологическое образование, такое уже терапевтическое, да, есть такое понятие не медицинской психотерапии. Когда они могут ребенком все-таки поговорить, поддержать, где-то какие-то вещи подсказать ему, может быть, или просто дать ребенку выплакаться в какой-то момент. То есть они, правда, приходят на помощь. Потому что ребенок не всегда может что-то принести домой, а школьный психолог в этом не приносит. Чаще всего не приносит. Вы сами в школе учились, я не думаю, что вы там все рассказывали родителям. Очень мало. Конечно, естественно. То есть, опять-таки, не зависит, мне кажется, от времен. Как сейчас говорят, времена другие. Мне кажется, никогда в мае свои дети, тем более что-то неприятное, родителям особо не рассказывают. Мне кажется, это только... Ну, есть, конечно, такая, мне кажется, категория детей небольшая, которая как раз всегда все рассказывает. Но это, мне кажется, такой небольшой процент. Да, большая часть детей все равно как-то сами перерабатывают то, что с ними происходит. Поэтому школьные психологи, они очень большую роль вообще несут именно в том, чтобы помочь детям быть в более здоровом состоянии. Другое дело, что нагрузка у них очень большая. А вот по уму, на ваш взгляд, ну, то есть, сколько сейчас получается, вы говорите о расшире штата, то есть, 2-3 человека на школу? Ну, вот, это лучше, конечно, было бы спросить у людей, которые работают сейчас в системе, потому что я в системе уже давно не работаю. Ну, ваше время. Ну, я работала у меня, во-первых, была специфика своя, я работала в школе-интернате. Я там была одна на 120 детей. Ну, там 120 детей было особенных, там, да, как бы, я бы не против, если было бы еще трое. Вот, но, по-моему, если не ошибаюсь, то 400 детей. Ну, как бы, на одного психолога идет. Но это все равно очень большой объем работы. Конечно, надо было, чтобы было больше. У нас, наконец, появилась вторая гость нашей программы. Это Светлана Митрякина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы номер 4 областного центра. Светлана, добрый день. Добрый день. Спасибо, что, наконец, к нам приехали, вырвались от ваших дел. Я знаю, заочи их всегда много. Светлана, скажите, пожалуйста, вот мы уже с Еленой поговорили, вот ваше мнение интересно. Вот, к примеру, от уровня престижности школы, это зависит, потому что, ну, не будем скрывать, у нас уровень школ разный, есть престижные, они теперь гимназии у нас называются по-умному, хотя ничего не изменилось, на мой взгляд. Вот, и есть обычные школы. Вот это как-то зависит, на ваш взгляд? Я думаю, что никак не зависит. То есть это и есть распространено в любой школе, в любой категории детей, неважно, какого социального уровня они, абсолютно. То есть не зависит, опять-таки, от социального уровня? Не зависит никак. Это могут быть очень обеспеченные достаточно дети, где воспитание надлежащим образом со стороны родителей, и всё, и могут проявляться такие качества. Могут быть, наоборот, у детей, у которых, как правило, отсутствует воспитательная часть в семье, и то же самое. Идёт, наверное, такая агрессия, выплеск агрессии здесь уже, с этой стороны, да, и тоже проявляется вот этот буллинг к одноклассникам, к учащимся в школе. Где-то к одноклассникам, где-то к младшим школьникам бывают проявления. То есть это мы тоже замечаем. Ну, кто на что способен, скажем так. Скажите, а от успеваемости ученика зависит его, что хорошист никогда таким не будет заниматься? К примеру, на Ваш взгляд? Я думаю, что нет. От успеваемости это тоже никак не зависит. То есть это вовсе не некий типичный двоечник, хулиган, который... Это может быть и очень хороший, хорошо учащийся мальчик или девочка. Да, он хочет проявить свои лидерские качества какие-то, и вот иной способ он не видит. И вот у него как раз идет вот этот вот прессинг других своих учащихся. Благодаря этому он считает, что он завоевывает лидерство. Но некоторым это даже удается. Тут смотря какой коллектив и какую половинку они выберут, добро или зло. Крати, тоже вот мы уже с Еленой поговорили. А вот Ваше мнение. Просто сейчас все чаще в обществе такое начинается, ну, не знаю, ворчание, как угодно. Вот это все современные дети в наше-то время. Дети сейчас жестоким, лишь бы там, не знаю, там материальные благоведи, айфоны там и компьютера крутого получить. То есть, никакого у них, ничего святого нету. А вот раньше, в прежние времена, а советская-то школа, сейчас педагоги устранились. Учебно-воспитательные работы только оценки ставят, дескать, а как говорят родители. Ну, родители, правда, тоже говорят. Нам так говорят у учителя, там, что воспитывать должны вы, а школу только учат. Ну, это вот такое клише. И Елена вот приводила пример, что да нет, было, действительно, мы все помним советский фильм, начало 80-х. Чучело, да? Чучело. Ведь там образцово показательное, вот эта травля, образцово показательное. Поэтому, вот мне интересно ваше мнение, я вспомнил свои университетские годы, читал произведение, может, читали, нет, Николая Помиловского, очерки Бурсы. Там, знаете, такое было, это 19 век на дворе. Бурса, сами понимаете, кого учат. Вот, то есть, это просто нечто. То есть, любые нынешние примеры школьного буллинга, если интересно, почитайте, по сравнению с тем, что там бурсаки 19 века делали друг с другом, это просто смешно. Вот, я к чему, то есть, 19 век, мораль, православная церковь и так далее. И тем не менее, вот, то есть, мое личное мнение, что это было всегда, вот вы как считаете? Вы знаете, мне кажется, от времени это не зависит, а вот зависит от вида. То есть, вид, может быть, меняется. Мы вчера дома, кстати, на эту тему разговаривали. И вот вспомните, когда мы в школе учились, в очках полных, как-то издевались же всегда, да? А сейчас на это, как бы, дети вообще никак не обращают внимания. Абсолютно. Это считается норма, все хорошо, все на месте. Но есть другие моменты. Вот смотрите, например, сейчас что плохого, что сейчас, чего не было раньше. Это социальные сети, это телефоны, интернет и так далее. Ведь у нас очень большой буллинг идет именно в соцсетях детей, травля. Почему иногда в школах этого не замечают? Потому что это все идет через телефоны, через соцсети. И уже выясняется только тогда, когда обнаружили случайно какую-то переписку родителей или еще что-то, тогда они уже это видят. И в основном-то это и происходит так. Не как, если мы раньше вот лицо в лицо, да, говорили дети друг друга. Наверное, это раньше было более открыто. Сейчас это немножко завуалировали все. С одной стороны, да. С другой стороны, мы с Еленой перед эфиром еще говорили, что наоборот сейчас как раз очень много открытого. Почему, к слову говоря, на мой взгляд, общество стало больше говорить, что буллинг, буллинг, ужас, ужас, потому что все больше появляется свидетельство этому сначала в соцсетях, потом на экраны телевизоров. И, соответственно, то есть просто потому, что стали это больше снимать. То есть оно и раньше было просто, когда там в 83-м году школьники друг друга и забьют, но кто об этом узнает, за пределы школы не разойдется. Никто не увидел. Даже если только совсем громкая драка, то у вас, наверное, вызывали там, может, врано и докладывают, что в такой-то школе произошел упущий случай. А в мазь своей за пределы школы и окрестных домов не выходило. А сейчас эти глупые дети, вот кто может меня смотрит, зачем-то совершают правонарушение, сами же на себя снимают, как говорят полицейские, доказуху и выкладывают это в сеть. Вы, дорогие агрессоры будущие или настоящие, вот как Елена Александровна, вы в следующий раз сразу, вместо того, чтобы снимать телефон, ну не утруждайте себя. Вы сразу пишите заявление в полицию, описывайте, что вы сделали и несите. Вот так оно будет сразу лучше, чем зачем-то выкладывать и лишние шаги. Вы сразу в полицию, описывайте, что вы там сделали с одноклассником и вперед. И в итоге то на то и получит, только не займете контент вашего интернета. Вот, то есть, на ваш взгляд, не является ли это, вот сейчас говорят много-много, но просто стали много снимать этого? Это сильно влияет, знаете, еще что, вот смотрю, думаю, когда дети смотрят в интернете это все, они думают, а не попробовать ли мне прокрутить эту же ситуацию, да, у него же получилось, или может ему что-то другое понравилось, и начинают то же самое пробовать, брать это за образец, за пример, только они не думают о том, какие будут в дальнейшем последствия, конечно. Они же видят одну сторону только, а вторую сторону они не видят. Это то, о чем мы говорили, о нарциссизме и дешевой популярности, это очень легко популярность получить в этом месте, то есть, твое там количество просмотров, и там уже без разницы. Вот это отдельная вообще история, да, стремление вот за этими, за лайками, просмотрами, это уже отдельная история. И там уже без разницы, да, что они будут снимать, и чем жестче видео, тем больше как бы у них желание получить больше лайков, потому что более жесткое, более агрессивное видео вызовет больше просмотров, да, и тут они, собственно, не смотрят на ситуацию конкретно, что они делают, а смотрят на то, как это будет, будет ли это популярно. Они даже не воспринимают, может быть, то, что происходит. Они не понимают. Что это увидит полиция и заинтересуется. А мне кажется, нет. Вот у них на первом месте стоит, сколько будет просмотров. Популярность. Да, популярность какая, и все. То есть, все-таки вот современность внесла свои коррективы в буллинг, который, как мы понимаем, пришли к согласию был всегда, но вот усилила вот такая вещь, как интернет и вот эти лайки в последние годы, это очень популярно, то есть, сыграло негативную роль. Конечно. Ну, вы то, что выделите сегодня сложнее, чем это было раньше, выделяться, потому что все-таки все равно ограничение по количеству там доп. занятий, там, да, вне школы, где можно было участвовать в конкурсах еще в чем-то, оно давало возможность человеку получить некую популярность через то, что он завоевывал какие-то места, еще чего-то. Он получал эту популярность. А сейчас это все сокращено, либо если ребенок занимается профессиональным спортом, где он может получать награды, родители должны вложить очень большие деньги в это. Не, ну, сейчас ведь популярен не профессиональный спорт, а как некоторые думают, что они занимаются спортом киберспорт, ну, по сути, компьютерные игрушки. Играй ты в эти компьютерные игрушки, тоже проходи всевозможные уровни, побеждая в турнирах, турниры проводятся. Вот средства самореализации, ну, если ты боишься настоящего футбольного мяча или штанги. В чем проблема-то? Дети же разные, кто-то не очень любит играть, им нужен такой спорт более активный, допустим, и не всех детей вы усадите за компьютер, на самом деле. Есть дети, которые очень активны сами по себе. Как про это, слушайте ваши слова. Нет, ну, это на самом деле так. Это очень много детей заниматься в спортивных секциях, очень много детей. И они, кстати, эти дети, они популярны в классах, среди учащихся, они очень популярны, особенно если кто-то какого-то результата добился. Ну, тем более сейчас спорт активно продвигается государству, снимается фильм уж художественный, причем подряд про олимпийских чемпионов и так далее. То есть, по идее, государство тоже свою роль вкладывает популяризацию настоящего спорта. Ну да, для подростков это хороший выход для того, чтобы хоть как-то энергию туда вкладывать. Это, правда, такой сложный вопрос, куда девать энергии, когда ее много. Ну вот сейчас говорили, что в школах меньше стало проводиться мероприятий различных. Извините, пожалуйста, у нас телефонный звонок, мне показывают мои коллеги. Здравствуйте, слушаю вас. Да, добрый день. Меня зовут Олег, хотел высказаться по этому теме дня. Я заканчивал школу в конец 90-х, и на тот момент тоже были вот такие и унижения, достаточно сильно было распространено. Причем, как тогда, ну так и сейчас, вот у меня трое детей, все они входят в школу. А тогда учителя, к сожалению, не особо на эту проблему смотрели, и главное для учителей было, чтобы вот такие условно-разборки, чтобы они были не в стенах школы, а за ней. Сейчас, вот глядя на свои детей, я вижу, что все-таки школа очень сильно уходит в тему дать детям образования, как можно больше знаний, да. И у учителей нет реальных рычагов на воздействие этого ученика, то есть получается, как, если мы приведем аналогию, как работники ГБДД, которые имеют право дорожного движения, но не могут штрафовать за эти нарушения. Я считаю, в этом достаточно большая проблема, потому что вот на детей в школе постоянно дают знания, знания, этих знаний очень много, да. фактически забивая, ну, скажем так, смещая центр в сторону знаний и не занимаясь вот такими, ну, просветительскими работами. Воспитательными, все-таки скажем. Воспитательными работами, да, именно с школьниками. Потому что, с одной стороны, у учителей нет вот этих вот рычагов, да, влияния, а с другой стороны, перед ним, наверное, сейчас такая задача и не стоит. Хотя, я вот удивляюсь, у учителей достаточно большое количество, особенно по всей России, да, есть какие-то профсоюзы, еще что-то. Если бы вот сами учителя поднимали эти вопросы, там, в департаменте, в министерстве, привлекали бы свою поддержку родителей, я думаю, что это было бы достаточно мощное движение, которое бы в итоге вылилось во что-то, в какие-то нормативные акты, которые бы позволили самим учителям влиять на учеников. А сейчас что, я даже не знаю, если это школа, не школа, а комната, подростковая комната, как вот раньше хулиганов ставили на учет. Школа, где-то комната милиции называлась. А в какой школе ваши дети учатся? Ну, я не хочу называть номер школы, меня эта школа, в принципе, устраивает. Но я вижу то, что сейчас ученики могут себе позволить на учителя и высказаться в грубой форме, и, условно говоря, что-то кинуть, обозвать. Ну, много всего творится. И я не понимаю, почему учителя сами вот это все-таки спускают на тормоза. Спасибо большое за звонок. Давайте дадим возможность как раз завучу. Все-таки человек в ранге завуча, а не просто рядовой учитель. Асилан, скажите, пожалуйста, согласны с нашим телезрителем? Ну, я не совсем согласна. Я как раз начинала сейчас говорить. Ну, смотрите, в школе помимо учебы ведется очень активная воспитательная работа. Она проводится, ведется со всех сторон, со стороны администрации, классными руководителями, помогают родители. То есть здесь проводится. Никогда не оставляют незамеченным какие-то происшествия. Если было замечено, что ребенок подвергся где-то буллингу какому-то, обязательно обращают на это внимание, разбираются с данной ситуацией. А как вам становится об этом известно? Ребенок рассказывает или как? Может рассказать ребенок, может рассказать родитель. Дети, как правило, чаще рассказывают такие вещи родителям. А уже родители доносят до школы, до классного руководителя, ну и, соответственно, до директора. Часто бывает именно напрямую к директору звонят. Бывают и дети приходят напрямую к директору, обращаются, говорят. То есть бывают и такие случаи. Но у нас вот конкретно в школе, я считаю, что патриотическое воспитание на сегодняшний день на должном уровне. И мы это активно... А вы знаете, это как раз... Нет, вот как раз это переключает с негатива на что-то положительное, на какие-то положительные эмоции в нужном направлении. То есть мы их можем направить. И вот как раз можно еще в этот момент, сказали вы, что раньше проводились различные мероприятия массовые все. Вот, к сожалению, на сегодняшний день пандемия внесла свои коррективы, что плохо в воспитательном моменте. Проводила же масса мероприятий общешкольных, где дети друг друга видели не только со стороны, вот как в классе они общаются со школьными, а совсем с другой стороны. То есть кто-то показывал свои таланты, какие-то творческие способности. И смотрели на этого ребенка уже совсем по-другому. Бывали случаи, когда ребенка вообще в классе игнорировали, это тоже один из видов буллинга. То есть его не замечали. А после какого-то номера художественной самодеятельности, где-то в каком-то мероприятии, на него смотрели уже совершенно другими глазами. То есть он мог себя показать, проявить здесь. — Ну вы согласны, что нам зритель сказал, что у учителей либо стало меньше, либо вообще нет рычагов воздействия? Вот он говорит, что могут и оскорбить учителя. То есть что современные школьники, что называется, оборзели. Тем более в интернет-факулации такое видео, когда у ученика обзывают учителя, а иной раздорф физически воздействует. — Рычагов воздействия как таковых у учителей вообще нет. То есть все права на стороне учащихся нет. — Учитель сам, он ничего не может делать. — А в советское время были, на ваш взгляд? Или это опять мы идеализируем прошлое? — Мне кажется, в советской школе было все в этом плане гораздо проще. Как-то у учителей было больше прав. Никто их так не контролировал. — А кто это у вас отобрал-то? Вот так вдруг. Это реально на какой-то законодательный уровень отобрали, или просто время изменилось? — Даже об этом не было. — Ну вот как вы говорите, что сейчас, к примеру, нет буллинга, условно говоря, за наличие очков. Это стало нормальным, и все. Или там за то, что человек полный. А может, просто тоже времена изменились? — Больше информации стали получить со всех сторон. Если раньше что-то не знали, то куда он может. Я не знаю, мне кажется, раньше родители больше школе доверяли. То есть он знал, что ребенок есть в школе, все хорошо, все в порядке, проблем никаких не было. Сейчас больше часть времени родители... Ой, я не знаю, некоторые родители считают, что вообще в школу нельзя детей отдавать. Вот почему сейчас стали переводить на семейное обучение? Что видят врагов в этом каких-то, что детей не проявляют. Они правильно могут воспитывать и так далее. Но я считаю, что это излишняя информация, опять же, в сети интернет. То есть ученики просто, может быть, начитались про права ребенка? Конечно. И все это принимается сразу же. Да-да-да. Скажите, но в этой связи у нас осталось буквально три минуты. А что можете посоветовать родителям, детям? Потому что дети все-таки не часто рассказывают родителям. Вот если они сталкиваются с травлей? Ребенок обязательно должен рассказать. Обязательно. Классному руководителю он может рассказать человеку, которому он больше всего доверяет. Но если это будет классный руководитель, хорошо. Если это будет родитель, школьный психолог, это обязательно. Но это, опять же, должно быть доверие к школьному психологу. Если у него есть... Ну вот кому он больше всего в данный момент доверяет? Поделиться надо. И он должен знать, этот ребенок, что сам эту проблему он никогда не решит. Опять же, должно быть внимание со стороны... Если про школу мы говорим, со стороны классного руководителя. Он должен видеть все равно весь класс. Скажите, Елена, а вот вы, как психолог, что может посоветовать мы все про жертв, родителям агрессоров? То есть, если они вдруг узнают, что их сын или их девочка там сколотили группу, избивают одноклассника, не знаю, там парни даже в дворе и так далее. Ну, им стыдно. Конечно, бывает, когда люди говорят, молодец, мужик, силач и так далее, лидер. А если им действительно стыдно, они как-то хотят повлиять на своего ребенка, можно прям провести к психологу? Во-первых, да, обязательно посещение психолога. Это первое. Второе, я бы рекомендовала консультацию психиатра, чтобы посмотреть, ну, мало ли проблем, какие у ребенка могут быть. Детский психиатр может скорректировать медикаментозу. Знаете, процессы бывают и так. И, конечно, большую работу проводят сами родители, которые разговаривают с ребенком, объясняют ему, что, как, зачем и почему. То есть, причинно-следственные связи таких процессов, и не только связанные там с уголовными, но и морально-ценностные, да, то есть, как бы, поднимают процессы. И, безусловно, очень важно такому ребенку поднимать эмпатию. И хорошо, если будет домашнее животное, за которым ребенок будет ухаживать, и у него будет повышать этот уровень сочувствия, сопереживания и включенности. И, безусловно, конечно, важно, чтобы ребенок получал тепло и поддержку дома. Это всегда очень специфические дети, которые не получают эмоционального тепла дома. Но это, как правило, оно из семьи получается. Да, безусловно. Они не видят что-то в семье. Это семья, это да, проблема. Родители ругаются, сусловно говоря, между собой постоянно. Это тоже может стать причиной? Нет, это травля. Папа, который срывает зло на сыне, например, или мама, срывающая зло. То есть, ребенок, который постоянно находится под прессингом физическим. То есть, в отношении ребенка. Да, и эмоционально брать со стороны родителя. Иногда родители этого не замечают, но бывает так, что ребенок находится в этом состоянии. Либо родители делятся с ребенком какой-то информацией, на которой он не может повлиять, что там нет денег или проблемы с увольнением, там еще что-то напряжение большое накапливается. Ребенок испытывает сильный страх от того, что он не может повлиять на эту ситуацию. И тогда, если он в это включен, он может как-то находить выброса вот этой энергии, которая у него накапливается от страха и напряжения. И, конечно, очень важно, чтобы родители соблюдали все-таки вот эту вот этику родительства, где ребенок остается ребенком, а не взрослым членом семьи. Все равно, где они его защищают, где они его обучают, каким-то морально-этическим, нравственным нормам жизни. Ну что ж, наш эфир подошел к концу. Мы говорили сегодня о буллинге или отравлении среди несовершеннолетних. Дорогие родители, завершение эфира, будьте внимательны все-таки к вашим детям, педагоги, к вашим ученикам. А дорогие агрессоры, дети, имейте в виду, что наряду с большим количеством лайков, вы можете получить и большое количество каких-то, может, даже месяцев в колонии для несовершеннолетних. Поэтому, пожалуйста, подумайте, прежде чем что-то делайте касаемо буллинга. Спасибо большое, уважаемые гости. До новых встреч.